Говорят, зимой есть один праздник, Новым Годом называется. Это когда на улице идёт снег, дома появляются тазики с оливье и горы оранжевых мандаринов, а глава семьи переодевается в красный наряд Деда Мороза, ну или короткое синее платьишко Снегурочки. Тут как повезёт с главой семьи, конечно же. В Ведьмаке, к сожалению, Нового Года нет. Есть, конечно, вечно заснеженные скеллиги, но снега, который круглый год и так окружает всех жителей этих островов, недостаточно для новогоднего настроения, а потому сегодня мы, в преддверии настоящего Нового Года, до которого осталось буквально несколько дней, разберём три новогодних мода, которые позволят и нам, и персонажам Ведьмака проникнуться предновогодней атмосферой. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Ну и первым делом давайте отгадаем загадку. Чем каждый год соревнуются все города? И что у некоторых рядовых граждан является атрибутом и украшением комнаты круглый год? Догадались? Конечно же, это новогодняя ёлка! Ведь каждый год практически каждый город ставит на главной площади огромную, красивую, по-новогоднему украшенную ёлку или её подобие. Соревнуюсь не только в размерах и количестве освоенного бюджета, но и в том, у кого эта ёлка быстрее всех упадёт. Так а чем же главный город государства-то хуже? А потому... Ура, товарищи! В этот день на главной площади Новиграда зажглась предновогодняя ёлка. И если быть откровенным, то учитывая размер звезды и то, что в ней горит реальный огонь, я предполагаю, что зажглась она на костях чародеев и прочих магических нелюдей. Жрецы Вечного Огня, стоящие у подножия с факелами ёлки, как бы намекают на то же самое. Ведь ёлка есть ёлка, а значит Новый Год! Кроме того, всю площадь стали окружать довольно интересные декорации лакричных палочек и символов зарубежного Нового Года. Кстати, а как вам медвежий новогодний свитер у Геральта? От него так и веет Новым Годом, не правда ли? Но новогодняя атмосфера не была бы полной без него. Белого, мягкого, пушистого, холодного и иногда жёлтого снега. Вот у меня в городе снега мало, обычно он выпадает 3-4 раза за всю зиму, но на 31 декабря, как назло, его нет. А в худшем случае он есть, но превращается в слякоть и грязь в перемешку со льдом. И глядя на это бесстыдство, атмосфера Нового Года немного оморочается. Хорошо, что в Ведьмаке есть острова Скеллиги, на некоторых частях которого снег лежит целый и круглый год. Сразу настроение поднимается и о Новом Годе начинаешь задумываться. Только вот, если ты его и так видишь 365 дней в году, то как-то привыкаешь, наверное. И ни о какой атмосфере речи быть не может. Вот если бы всех жителей материка отправить на Скеллиги, или, что лучше, если бы в Новиграде выпал снег, вот это был бы подарок всем жителям на Новый Год. Говорят, что в Новый Год исполняются все желания. И как будто услышав ночные молитвы жителей Новиграда, моноделы по Ведьмаку постарались и сделали мод на снег в Новиграде. Ну разве не круто? Даже Топи Велина припорошила снегом, делая их чуть менее ужасными и смердящими. Вот посмотришь на них в таком виде, и сразу сердце щимит от новогодней атмосферы и ощущения и предвкушения праздника. А ведь так и должно быть. Что уж говорить о самом Новиграде и творящейся здесь праздничной атмосферы, власти даже разрешили большой костер развести на главной площади и сжигать некоторых неугодных власти личностей. Радость, да и только. Ну и последнее, какой же Новый Год без маскарада и новогодних костюмов? Даже Геральт начал строить из себя модника и показал все три своих новогодних костюма перед вами. Это и перекрашенный доработанный доспех с Келлиги, все еще выглядящий боевым и на самом деле сделанный очень круто. В комплекте с ним шли еще и полностью обновленные доспехи для Платвы, которая теперь может даже покосплеить лесных оленей или даже того самого олененка Бэмби. Не знаю, довольна ли сама Платва таким раскладом, но ее доспех всяко лучше следующего набора гнома, который вдруг решили натянуть на лошадь. Второй доспех Геральта на Новый Год это, конечно же, новогодний свитер с оленятами и прочими атрибутами Нового Года. Сделан этот доспех из отличного доспеха медведя и смотрится, ну, крайне брутально. Хотя немного странно, а ведьмак и в зеленом свитере с оленями, не думаю, что его бы поняли коллеги по цеху, хотя, ну, они, наверное, бы ему просто завидовали. Ну и, наконец, самый каноничный доспех на Новый Год. Это доспех Деда Мороза. Тут мы получаем не только полностью новый комплект одежды, который раньше не видел этот свет, оснащенный даже автопополнением веса Геральта, но и набор из боевых лакричных палочек и волшебного арбалета-колокольчика, готового убивать врагов фейерверками. Очень атмосферно. Убивать врагов фейерверками, боже мой. Кто до этого додумался? Но Геральт не единственный, получивший обновки. Мододелы не забыли и нашу любимую Цириллу. Взяв за основу ее базовый доспех, они просто проатмосферили ее новогодними мотивами, пропитав куртейку ласточки в крови побежденных ей за год врагов. Выглядит очень прилично. И даже по-новогоднему. Ну и последний гость нашего семейного праздника, ведь все знают, что Новый Год в первую очередь это семейный праздник, и только потом бухать с друзьями на хате. Так вот, частью нашей маленькой семьи в виде Геральта и Цириллы, конечно же, является Йеннифер, которая не могла не посетить его на задворках Скеллигских островов без соответствующего новогоднего платья. Чем пропитывали ее платье, я и представить себе боюсь. Но выглядит оно крайне симпатично, атмосферно и невероятно шикарно. Что ж, семья в сборе, Новиград подготовлен к празднованию Нового Года, а значит и мне пора готовиться к этому празднику самому. На этом все, это были три новогодних мода для Ведьмака 3, с помощью которых, пусть и в виртуальном мире, но мы уже подготовились к Новому Году, до которого, кстати, осталось буквально пара дней. Поделитесь в комментариях, кто, где и как планирует справлять свой Новый Год, семья, друзья, ну или любимый комп, а также какие у вас есть интересные традиции, связанные с ним. Я думаю, всем будет интересно это почитать. О своих я, кстати, тоже напишу. Конечно же, все ссылки на моды есть в описании, как и музыку, которую я использую в этом видео, которую, я надеюсь, вам понравилось, а значит, оно заслужило лайк, а я подписку на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления о выходе новых видео, нажав на соответствующий колокольчик, и тогда вы точно будете первым и ничего не пропустите. А перед просмотром нового ролика, не забывайте отключать отблок, это очень помогает каналу. А с модами в этом году уже все, но как минимум еще одно видео по Ведьмаку я постараюсь успеть сделать, и оно явно должно вам понравиться. Следующий же ролик будет последним в этом году подкастом, в котором я немного поразглагольствую о канале. Увидимся в нем, и на этом пока, всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!